Да, привет, Ром, привет. Да, здравствуйте, Юрий, я слушаю вас. Ну, давай сначала по страховой компании поговорим. Давайте, давайте. Ну, что по страховой компании? Я вам кинул сюда шампань. Это моя жила девушка. По поводу моего вопроса, она прокомментировалась с главными, в общем, с командующими этой компании. Вот, что она мне сказала. Что касается туристической визы, они могут застраховать риск, то есть в случае отказа визы в посольстве. По туристической, дальше, по рабочей, по рабочей, они тоже могут это сделать. Так. Вот, в общем, это в двух словах. Дальше я ей сказал, что такие вопросы уже будут решать директор нашей компании. Она говорит, хорошо, завтра утром она мне еще наберет, и я уже ее, то есть ваши контакты я ей передал, она завтра передаст контакты вашему своему начальству, и ее начальство уже наберет вас. Ну, давай, супер, интересно. Почему? Почему так? Я объясню, просто я хотел попросить контакты ее начальца, но она говорит, я не знаю, кто из них будет конкретно набирать вас. Вот как она сказала. Ну, хорошо. Я ваш контакт, который заканчивается... Она в Киеве находится, да? Да, да, компания в Киеве. Вот, и работает они, конечно, тоже. Хорошо. Вот, такие дела по страховой компании. Угу. Ну, отлично, супер. Вот этот контакт, который я вам в пятницу передал, тоже страховая компания, конечно. Она говорит, что они тоже могут это застраховать. Вот, ну, вы говорили, что вот связи с ней не было. Это ее Viber рабочий. Ну, сегодня тоже она не вышла на связь. Ну, ладно, найдем. Сейчас я уже тут поручил своим финансистам, они прорабатывают эту ситуацию. Сейчас найдем компании страховые. Хорошо, хорошо, спасибо тебе большое. А что по остальным вопросам? Расскажи, пожалуйста.